Здравствуйте, с вами Аксана Пушкина. В эфире программа «Я подаю на развод». Сегодняшнюю историю мы назвали «Милая моя, где ты?». Обычно в этой студии семейные пары либо сходятся, либо расходятся. А сегодня к нам пришла девушка, которая хочет получить от мужчины ответы на все свои вопросы. Внимание на экран. Кумир миллионов в девяностые, автор хитов, которые сегодня распевает вся страна, Кай Метов, до сих пор так и не нашел свою герду. Жених завидный, ведь он не только певец, теперь он еще и актер. Чтобы я даже встретил тебя в этом захудалом городишке, умиляющейся и падающей бомбарок от востока с этой морковкой в руке. И успешный бизнесмен. Здесь очень интересна творческая составляющая, потому что, скажем так, не просто какое-то финансирование и получение денег, а то, что это интересно и это приносит людям ощутимую пользу. Сегодня в нашей студии все женщины Кая Метова. Он попробует ответить на свой главный вопрос. Сегодня у нас в гостях Ольга Филимонцева. Я не постесняюсь формулировки «главная женщина в жизни Кая Метова». 9 лет отношений и вот уже 3 года паузы. Приветствуем Ольгу, она у нас в студии. Здравствуйте, Оленька. Хорошенькое невозможно просто. Спасибо большое. Скажите мне, пожалуйста, с чего началась история ваша романтическая с Каем Метовым? На самом деле, вы правильно сказали, было очень романтично. Это, конечно, моя, как сказать, моя самая главная история в жизни с Каем. Где вы познакомились? Мы познакомились у меня в городе, в Кемеровской области, в городе Белово. Он там был на гастроли? Он приехал на концерт, у него был концерт, гастроли. Ну, а я, поскольку имела отношение к музыкальной части нашего города, так скажем... А чем вы занимались? Я выступала на сцене, пела. Пела. Да. И мой папа музыкант был, и мы, в общем, как-то так с папой решили, что мы обязательно должны быть на концерте Каем, поскольку я всегда слушала его песни. И мой папа очень уважал его за музыку, за творчество. Оленька, сколько лет было тебе? 15. 15 лет пришли на концерт. И вот, когда я его увидела, я его увидела на сцене, я помню, что я стояла, я обернулась вправо и увидела его, а он шел мне навстречу, такой весь красивый, такой весь обаятельный. И, в общем-то, я все. Я поняла, что у меня вот так вот каленочки задрожали. Я поняла, что все. Влюбилась. Ну, то есть вот абсолютно, да, классический вариант любви с первого взгляда. Ну, и дальше. Познакомились, меня зовут Ольга, меня зовут Кайя, ну, в общем, как-то так. И потом уже с моими родителями. И вот весь вечер у нас, мы вообще не расставались весь вечер. Прошел концерт, прошел второй концерт. Мы поехали в ресторан, мы общались, мы даже что-то пели. Мой папа играл на рояле, различные мелодии. Кай там что-то ему подыгрывал, они начали спорить по поводу того, что здесь так, а нет, здесь так. И вот я этим всем просто так восхищалась и так этим прониклась, что, в общем-то, я не хотела с ним расставаться. Я помню один момент в своей жизни, когда Кайя улетел, я с ним попрощалась, мы обменялись телефонами. Я помню, что я легла дома в постель, и у меня потекли слезы. Потекли слезы, потому что мне было так комфортно и так хорошо, и так я была счастлива в тот момент, когда Кайя была рядом. Что у меня просто потекли слезы, что все это так быстро закончилось, что вот, все, уехал, улетел, куда, ау. Оленька, а как развивались дальше ваши отношения? Сначала мы разговаривали полчаса по телефону. Он звонил? Он звонил, он регулярно названивал, вот, чему я, конечно, была очень рада. А что он говорил такого? Мы говорили обо всем, мы говорили о жизни. Кайя очень любит философствовать, я его слушала с открытым ртом, потому что мне это всегда было очень интересно. Он, конечно, взрослый, он на меня старше, мне было интересно все, что он рассказывал. А какая у вас разница в возрасте? 20 лет. Скажи, пожалуйста, а вот в этих телефонных разговорчиках, так, ты понимала, что ты уже ему понравилась, он уже говорил, что дорогая моя любимая девочка? Нет, нет. Когда он тебе сказал, впервые я тебя люблю? Мы на самом деле друг другу говорили меньше, чем чувствовали. Вот понимаете, иногда слова не нужны, и, конечно, это здорово. То есть вот так вот, Оленька, я хочу тебе сказать, я тебя полюбил, я очень тебя люблю. Вот такого не было у вас? Нет, мы просто решили не расставаться больше никогда. Кто предложил, он или ты? Ну, конечно, мужчина. Да, то есть в один из приездов в Москву он сказал тебе, да, что я не хочу с тобой расставаться. И что ты ответила ему? Я тоже совсем не хочу больше уезжать от тебя. И ты приехала к нему. Оленька, а почему все-таки не сыграли свадьбу вот так, как полагается? Я думаю, что ты наверняка хотела, такая красивая девочка, наверняка хотела одеть королевское платьице и пойти под венец. Вот откровенно говорю, мы почему-то даже об этом не разговаривали. То есть он не делал предложение официально руки и сердца? Нет, не делал, да. Нам просто было как-то... А тебе не было обидно? Ну, если честно, нет. Мне было главное в тот момент, чтобы мы были рядом. И все. Оленька, я должна тебе этот вопрос задать. А почему же все-таки вот вы расстались? На мой взгляд, мы просто очень с ним люди такие, знаете, сильные. И он сильный. Я, в общем-то, где-то, наверное, иногда перегибала палку. И из-за этого все-таки нарастал какой-то у нас. Тем более на почве творчества. Я тоже увлекалась музыкой. И мне очень хотелось. То есть ты стала в Москве петь, он тебя поддерживал. Да, да. И сначала не совершенно. Стала поддерживала, да, да. Потом как-то, знаете, вот так вот все немножечко... Как-то все я, видимо, мало... Я понимаю, я вот как бы считаю, что... Нет, ну ты увлеклась своим творчеством, совершенно очевидно. Слишком увлеклась. В общем-то, когда два творческих человека сильно увлекаются. А про мужчину так мы чуть-чуть забыли в этот момент. Ну, я так подразумеваю, что, наверное, ему не хватало какого-то тепла. Конечно. Скажи, пожалуйста, вы взяли паузу. Пауза длится три года. Да. Долго. Три года, но удивительная история. Мы все равно друг без друга не можем. А вот ты хочешь его сегодня вернуть, скажем так, потому что ты созрела для семьи и детей. Я в последнее время намного чаще задумываюсь о том, что женщина – это в первую очередь женщина. И, как любой женщине, конечно, нужен мужчина, которого она любит, и от которого хочет детей. Вы знаете, родители Кая закрыты для журналистов и за всю карьеру. Кае они не дали ни одного телевизионного интервью. Но мы попросили самого Кая, в общем, выступить в роли интервьюера. Вот что сказала мама Кая, Светлана Ивановна. Внимание на экран. Я считаю, что если человек занят, как вот у тебя профессией такая, то девушка или жена будущая, то она должна, конечно, иметь терпение, потому что человек искусства – это человек очень сложный. Женщина должна быть женщиной. Она должна быть, конечно, хочется одеться, хочется вкусно кушать, хочется, как говорится, чтобы за тобой ухаживали. Но прежде всего женщина – это семья. Семья, дети, муж. Самое главное, чтобы уважала, ценила старших, помогала. Детей любила. Самое главное, чтобы была семья. Я очень благодарна с вами вами, потому что она мне дала очень много полезных советов. Всегда в принципе... Каких? Она мне всегда говорила, женщина – это женщина. На первом месте семья, там, и так далее. А потом все остальное. Я очень надеюсь, что сегодня в этой студии, наконец, произойдет историческое событие. Давайте встретим в нашей студии Тайя Недова. Добро пожаловать! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Горолёв. Спасибо большое. Друзья, дамы. Серьезно. Хорошо говорила. Спасибо. Кай, мы выслушали версию Оли, да, о вашем разрыве. Что ты скажешь? Очень романтическая вот эта история наших взаимоотношений на первом этапе. Конечно, она тронула и мое сердце, и всех наших друзей общих. И вообще у Оли есть одно очень, ну вы в этом все сейчас убедились, одно очень такое положительное качество. Она всегда располагает к себе людей. И вот все мои... Только одно качество? Нет, я начинаю с этого качества. И все мои друзья, она их очаровала моментально, как только мы стали появляться где-то вместе. Она и нас очаровала сразу. Как только мы стали появляться вместе, то есть уже было понятно, что вот она очень сильно интегрировалась в меня, а я очень сильно интегрировался в нее. То есть мы смотрелись очень такой хорошей, замечательной парой. Вот важный вопрос, который вы сейчас задали, о предложении. Вот мне кажется, проблема, вот Оля начала с этого говорить, у меня чуть ли даже мужская слеза не прокатилась по щеке, потому что она это прекрасно понимает. Вот, и я ей тоже это пытался объяснить. Вот когда у меня был первый брак, вот, я, наверное, проходил такое испытание в жизни, я очень был такой ревнивый. Вот, я старался, так сказать, быть в курсе всех дел. И, наверное, какая-то была такая внутренняя потребность, чтобы моя девушка, моя жена, вот, она максимальное количество времени проводила со мной, никуда не уходила. А вот где-то тут, в ближайшем, так сказать, видимости, да, в такой видимости ближайшей находилась. Вот, когда мы познакомились с Олей, я был человек уже совершенно с противоположными взглядами. У нее есть, вы говорите одно качество, да, вот я сейчас перехожу плавно к другому качеству. Она безумно талантливый, творческий человек. И когда я увидел в ней, когда я увидел в ней эту божью искру, вот, понятное дело, что потушить и сказать, вот, сиди рядом, ну, это было бы просто и перед собой неудобно, и перед ней. Поэтому я... Какой ты молодец! Я стал всячески поддерживать эту историю. И вот в этот момент, где-то там, ну, в какой-то части мозга, у меня уже начала проскальзывать мысль, что это может немножечко навредить. Потому что, ну, во-первых, Москва, надо сказать, что вот и семья Олина, и все ее окружение там вот, откуда она родом, это совершенно другой менталитет. Это совершенно другие люди. Это туда приезжаешь, вот, ну, вот, как у Анжелики Ворон, все деревни тебя встречают, всем городом провожают. Откуда, кстати, Олика, откуда они Россию? Да, да, вот. Город Белого, поселок Инской. Когда я туда приезжаю, там, вот, я уже уехал, а город еще гудит там несколько дней, да, потому что это безумный праздник для всех. Это совершенно нормальное явление, вот. И, понятное дело, когда она окунулась здесь в Москву, она стала обрастать уже какими-то своими подругами, какими-то своими взглядами. Они, наверное, потихонечку начали ее менталитет так вот... Сформировать. Не деформировать, а корректировать, скажем так. Ректировать. Может быть, даже в угоду каких-то своих нюансов. Этот процесс начал набирать оборот, и я, как мог, как старший человек, стал аккуратно Оле подсказывать. Ольга, ну ты же видишь, что немножечко... Причем у нее такая черта очень правильная всегда была, которую я приветствовал, и безумно гордился. Когда она говорила интервью, она всегда говорила, у меня на первом месте семья. Все песни, все вот это, это где-то там, на втором, на третьем, на девятом. А на самом деле... Вот, и когда у нее стали вот эти приоритеты меняться, я это первым заметил, я ей стал подсказывать. Ольга, ты знаешь, вот у тебя же на первом месте, как ты говоришь, приоритетах семья. Кай, зазвездила? Нет, ну я не буду сейчас говорить какие-то там, зазвездила, не зазвездила. Это нормальный процесс, любой человек должен через это пройти, поверьте мне. Главное вовремя осознать. Вот я сейчас вижу, что она это осознала. И это большая победа. Оленька, хорошо. Оленька, скажи мне, пожалуйста, корона появилась в какой-то момент на голове? Это все действительно кайп-прав проходит этот этап? Я не знаю, понимаете, надо кайп-спросить, он больше будет... Я не могу сказать. Это не совсем, Оксана, это не совсем корона. Это не совсем корона, это вы знаете, и даже не головокружение от успехов. Это просто, наверное, то, чего ей не хватало там у себя долгое время. А тут вот эти вот... Хорошо, ну радуйся так, да. Так я и радовался. Я и радовался. Вот теперь я начинаю отвечать на ваш вопрос, почему мы не поженились. Потому что, радуясь за ее творческое продвижение, я все ждал, когда она вот наиграется, скажем, до такой степени, что вспомнит о своих приоритетах и вспомнит, что нужны дети, семья. Вот ситуация настолько потеряла контроль в этом смысле, что воля, ну, практически исчезла из наших отношений. И когда вопрос стал уже, действительно, будут дети или не будут дети, вот, прозвучала вот эта фраза, которая меня очень ранила. Но я сейчас не хочу, чтобы она расстраивалась, поэтому скажу ее шепотом в эту сторону, что она сказала, мне пока рано детей, мне надо заниматься карьерой. Это то, чего я боялся. Очень-очень сильно. И я понимал, что в этой ситуации делать предложение, это не совсем правильно. Здесь нужно, когда ты делаешь девушке предложение, ты видишь горящие глаза, которые у нее были. Ну, тогда это было очень рано делать, когда я прилетал туда, в Кемерово, и к маме. У нее сейчас горящие глаза. Сейчас горящие, да. Она просто осознала какие-то вещи. Понятное дело, мы все проходим через испытания жизни. Вот, Александр Лешин лукаво улыбается, чувствует. Он меня поддерживает, я вижу. Саша, поддерживаешь? Поддерживает. На самом деле, это редчайший случай в нашей культурной эстрадной среде, когда популярный артист так здраво и честно, искренне мыслит по отношению к женщине с уважением. Спасибо. Ну, и вот, скажем, это было сдерживающим обстоятельством, которое меня потихонечку стало в такую сомнительную область подгонять. Кай, твоя гражданская теща тоже прилетела в Москву, и ей, поверь, есть, что тебе сказать. Встречаем Светлану Григорьевну. Безусловно. Кай, держись. А что держаться? У нас хорошее отношение. Какие у нас красивые женщины в студии. Хочу подбежать поздороваться, а то меня посадили, меня посадили сегодня напротив, я вот сижу. Светлана Григорьевна, скажите, пожалуйста, всем у мамы, как получилось так, что вы 15-летней девочке позволили завести роман с мужчиной, который на 20 лет старше, даже телефонный? Как можно такому мужчину отказать, даже телефонный? Можно я, кстати, скажу, здесь не было так, что я завел с Солей роман. Это вот, кстати, там была другая история, вообще, как мы познакомились, я немножечко уточню. Да, мы все вместе, в семье познакомились. Я немножечко уточню, сначала появился папа, и мы скорее фанились с папой. Мы стали с ним петь песни, играть, вот я смотрю, он действительно... Это очень правильный путь, кстати, сначала. Потом, как по стенке, мама появилась, тоже так. Папа был просто заслан к маме, для того, чтобы она ввести отношения. То есть я, по большому счету, был другом семьи в этот момент, понимаете? Ну и как-то так вот внутри наших вот этих теплых семейных отношений стали вот зарождаться какие-то чувственные истории. А не так, что так, я сейчас заведу роман, это немножечко не совсем так. Тактически очень верно. Кстати говоря, у меня тоже первый муж, вот на 20 лет меня старше был. И я помню мамины круглые глаза, когда я сказала, мама, он твой ровесник. У вас не было круглых глаз, когда вы, наконец, поняли, что все тут достаточно серьезно, и Оленька ваша засобиралась в Москву к Каю Метову? Ну, круглые, конечно, были. Они сейчас круглые. Но я к этому была каким-то образом готова. Готова. А папа как реагировал? Потому что мы Каю приняли вот настолько тепло, настолько вот он нам показался близким. И буквально за несколько часов общения каким-то очень родным человеком, я даже вот не побоюсь этого слова, действительно родным. Мы когда пообщались, вот после того выступления в нашем городе, мы общались вплоть до того, пока не проводили Кая на самолет. И наше обоюдное было мнение с Олиным папой, что вот какой-то вот близкий и родной человек. Вот мы его почувствовали, что вот какой-то очень близкий и родной. Вот какой-то наш, вот насколько это наш. Второй вопрос, который регулярно задавала мне моя мама и моему мужу первому. Ну, когда же вы оформите отношения? Ну, как же так можно? Ну, в общем-то, мне дали понять, что, ну, время еще не пришло. Это Оленька так говорила. А вы напрямую задавали Каю этот вопрос? Да. Кай, и что в ответ? Должен сказать, что у Светланы Григорьевны, вот, с Олей очень доверительные отношения. Они каждый день разговаривали по два, по три часа. Поэтому, что бы я там ни сказал, ни Оле, ни Свете, у них все равно такой свой женский, как это сказать, ингредиент. А скажите, вот вы ровесники, вы друг друга... Нет, мы в очень хороших взаимоотношениях. Подожди, Кай, вы ровесники, но ты называешь Светлана Григорьевна, да? Ну, это я, ну, вы называете, я так называю. А почему не Света? Ну, потому что много людей, мы как-то тут сидим. У нас все свои, Кай, у нас все свои. Мы друг друга называем, конечно, просто. В обычной обстановке, у меня, конечно, Света. Конечно, Света. Это однозначно. Даже не обсуждается. Света, а вы слышали, что Кай сказал, вот, собственно говоря, то, что его задело, ну, не немножко, а множко, конечно, что вот ключевая фраза Оли на вопрос, ну, не на вопрос, наверное, она сказала, что я не хочу, пока мне рано иметь детей, все-таки для меня сегодня карьера более важна. Скажите, пожалуйста. Ну, конечно, это, конечно, их внутренний вопрос, поэтому здесь мое мнение особо и не учитывалось, скажем так, поэтому мне трудно даже ответить на этот вопрос. Оксана. Оленька, а вот сейчас, вот ты уже, да, мы говорили, ты уже созрела для семьи и для детей, либо, соединившись, мы опять захотим строить карьеру. За такой-то спиной могучий. Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет, ты точно нет. Я пересмотрела, на самом деле, очень многие вещи за это время, и я очень много вспоминала, что мне говорил Кай, и как он меня немножечко направлял где-то, где-то вот очень так вот, я все время думала, ну, вот Кай все-таки прав, все-таки, все-таки он больше меня. Друзья, но амбиции творческих людей достаточно высоки, и я думаю, что прежде всего Кай очень трезво рассуждает и уважает ваше творческое начало и ваше развитие, и это дорого у вас стоит. Ну, вместе с тем хочу добавить, что, понимая Кай как мужчину, вряд ли он потерпит соперничество на творческом уровне, и ему нужна женщина, на мой взгляд, не творческого плана, и я понимаю. Не-не-не, я вам хочу читать, не-не-не, я, честно говоря, прошу. Олеся, оба одну секунду договорю. Ну, подождите, да, не перебивайте. Да, все-таки вот, почему произошел конфликт, на мой взгляд, потому что вы, Ольга, стали пытаться строить свою карьеру, и Кай это увидел, вы по этому напрямую сказали. Соответственно, если вы будете продолжать в том же духе, то вы не сойдетесь. Конфликта как от кого вот не было, да, мы расстались накануне конфликта для того, чтобы этого конфликта не было. Предотвратить. Вот, просто ситуация, я вот все время Оле говорил, сейчас тоже хочу и вам сказать, и всем, что человек может быть творческим, у кого-то больше тяга суда, у кого-то больше тяга суда. Но есть некое понятие приоритетов, да, если ты вступаешь в близкие отношения с каким-то человеком, мужчина берет на себя одну часть ответственности, женщина берет другую часть ответственности. А когда все берут одну часть ответственности, а... То ничего не происходит, да. Давайте сейчас ненадолго прервемся, а сразу после паузы, 10 шикарных женщин России бились за Кая Метова. Победила одна. И это не Ольга. С вами Оксана Пушкина и программа «Я подаю на развод». Сегодня главный вопрос. Милая моя, где ты? Задает певец, композитор, предприниматель, актер Кай Метов. Кумир миллионов в 90-е. Автор хитов, которые и сегодня распевает вся страна, Кай Метов, до сих пор так и не нашел свою Герду. Жених завидный, ведь он не только певец. Теперь он еще и актер. И успешный бизнесмен. Это интересно, и это приносит людям ощутимую пользу. Сегодня в нашей студии он попробует ответить на свой главный вопрос. А я сейчас хочу, чтобы к нашему разговору присоединились друзья ваши, Рома Жуков и его супруга. Встречаем. Давайте сюда. Здравствуйте. Вот смотрите, вы, ребят, вы свидетели вот этой истории, да? Потрясающий, на мой взгляд, романтический. Почему появилась на ваш взгляд вот эта пауза? Почему организовалась эта пауза в отношении? Здесь, наверное, все-таки специфика индивидуальности. Кая, Ольги. И мне кажется, что здесь немножечко сыграло свою роль вот именно то, что Оля все-таки ушла в шоу-бизнес. Рома, а ваша жена никогда не хотела заниматься творчеством? Никогда? То есть у вас совершенно другие взаимодействия? Моя жена как-то органично помогает мне, например, писать тексты к песням. И, не дай бог, ни до какого соперничества точно уж не дойдет ничего. Леночка, а вас устраивает вот эта роль жены и матери? Мне кажется, может, я и хотела тоже Олю видеть дома, домашнюю, да, чтобы с детишками встречала. Встречала вот с Олю. Оля всегда нас кустокормила, когда мы приезжали в гости. Да, она всегда такая хозяйка. А в шоу-бизнес попадает человек, уже все, дома нету. Там другие цели и задачи. Лене некогда. Пять детей некогда в шоу-бизнесе находиться. А как, Лена, вот у меня вопрос действительно. Как Лене удалось вообще сохраниться от шоу-бизнеса, будучи замужем за очень популярным человеком? Женская мудрость. Лена. Врожденный материзм. Я даже не знаю. А может быть, вы просто очень его любите и вы делаете все, чтобы сохранилось? Я мечтала иметь мужчину, единственного неповторимого и от него большую семью. Все. Это природное абсолютно, не особенное. Роман, позвольте вопрос. Я, насколько мы понимаем, вы тесно общаетесь с Каем. Вот ваше предположение. Если бы Ольга не ударилась в этот шоу-бизнес, был бы у них брак и совместные дети? Дети были бы. Ну вот это то, о чем я говорил. Но вы, девочки, отличаетесь друг от друга, на самом деле. Потому что Лена такая вот домашняя, она такая вот кроткая. Оленька тоже вроде вот сегодня кроткая. Но я понимаю, что Оленька у нас огонь. И Оленька, наверное, бы состоялась и в шоу-бизнесе очень-очень. Вы знаете, как она поет, Оля? Это нереально. Я вот услышал, когда, я даже вот... Она могла бы себе сделать, ну, не знаю, великолепную карьеру, как джазовую певицину. А почему карьера пошла на нет, Рома? Устала. А? Устала, может быть, от этого всего. Устала. Просто, когда мы были вместе с Каем, в шоу-бизнесе, я была, можно сказать, за стеной. Конечно. Со мной рядом был мужчина, который меня мог защитить. А когда я осталась одна, в общем-то, в шоу-бизнесе, я... В общем-то, нам сказать или не надо рассказывать. Все стали приставать. Вот и все. В шоу-бизнесе побеждают альянсы. Вот встретились, да, девушка и молодой человек. Молодой человек, красивый, благородный, занимается шоу-бизнесом. Он продвинулся дальше по успеху. Молодая девочка входит в эту жизнь. А ты не пробовал, как некоторые наши товарищи, как Игорь Николаев, как многие другие, просто создать дуэт, создать альянс. Ты бы эту крышу, вот спину взял бы и вот так вот обволочил. Дело в том, что здесь еще речь идет о том, что она самостоятельно выбирала, так сказать, свои вкусы в шоу-бизнесе. То есть была возможность пойти туда, была возможность пойти сюда. Вот. Но она как-то так вот, ей сердце подсказало, что для нее близка вот эта тема была. Я могу вам сказать, Кай, прости, пожалуйста, никого не хочу обидеть и, не дай бог, мне кажется, что вот лучше, чем Оля, для Кая просто не найти девочки. Кай, в это время, пока у вас была пауза, у тебя были романтические встречи? Я даже не буду лукавить. Романтические встречи всегда у любого творческого человека происходят. Другое дело, что они управляемы и не сносят у тебя крышу. Вот. Они тебя вдохновляют на какие-то вещи. Нет, ничего, мы укаем. Это нормальный, красивый мужчина, состоятельный. Нет, нет, секундочку. Любая женщина готова составить ему пару. Кай, несколько месяцев назад интернета облетела одна новость. Внимание на экран. И он честный. У Кая Метова родился сын. Матерью новорожденного стала участница самого скандального реалити-шоу Евгения Феофилактова. Слухи об их романе появились в прессе несколько лет назад. Сегодня фанаты во всех соцсетях поздравляют счастливых родителей с первенцем. Оленька, вы в курсе вот этой новости, которая облетела все издания? Я, по-моему, тебе первый сказал. Да, Кай мне об этом говорил. Кай! Было или не было? Да я вас умоляю. Вы же умная женщина. Вы же понимаете, о чем идет речь. Я могу все объяснить из первых уст. Ну, конечно, нет. Дыма без огня не бывает. Конечно, не бывает дыма без огня. Но вы понимаете? И почему вдруг такая новость? Я хочу сказать, что, вы знаете, у нас в стране есть такая, к сожалению, аудитория. И она выращена, кстати, при непосредственном участии телевидения. Которые вот для них сплетни как наркотик. Вот нет ничего. Время такое. Поэтому вы здесь, чтобы вы их развеивали. Так я уже развелся. То есть, это совершенно не имеет в действительности... Давайте Оле спросим. Оленька. Значит, он позвонил и... И говорит, Оленька. И говорит, Оля, не переживай. Тут такое вышло, такая новость. Да на самом деле, даже те люди, которые распространяют эти сплетни, они сами в них не верят. Это как, знаете, вот я говорю, это как наркотик. Это вот кому-то что-то сказать и смотреть. Получится? Пройдет, не пройдет. Кай, скажи мне, пожалуйста, а вот были любительницы, скажем, тоже любительницы, были женщины, которые заявляли на весь мир, на всю страну, что он отец моего ребенка. Вы знаете... Сколько у тебя таких детей по миру? Такого нет, но, наверное, вот тут сидит очень много уважаемых людей, которые ведут тоже большую творческую гастрольную жизнь. Я вам могу сказать, ну это же, это совершенно нормально, когда к тебе подходит какая-нибудь девушка и говорит, а можно с вами сфотографироваться? А вот мой ребенок, а можно... И он с нами сфотографируется. А вот можно теперь вы с ним без него сфотографируете? А вот так вот. Я каждый день фотографируюсь по 50 раз. Сейчас в нашей студии появится 5 женщин. Одновременно они... Беременны. ...все вместе били за руку и сердце Кая Метова. Вы не поверите. Опа-на. Садитесь сюда, девочки. Здравствуйте. Вот они. И все так на подбор. Я уже... Я всем говорю, здрасте, да. Здравствуйте. Да, да, да. Так. Даже вот эта девушка здесь приветствует. Гарен какой-то получается. Реалити-шоу. Да, Султан Сулейман отдыхает. Все эти шикарные девушки участвовали в реалити-шоу одного из телеканалов. Президенток было 10. Выиграла всего лишь одна. Тамара. Тамара выиграла. Тамара. Тамара, расскажи, пожалуйста, как ты билась за сердце этого красавца-мужчины. Ой, борьба, конечно, была жесткая. Много зубов повылетало и фингалов наставлено, но... Сердце Кая Метова. Я был поражен. То, что обычно же вот, ну, вот как я понимаю, если девушки соревнуются, они должны показать какие-то свои женские составляющие. А тут драки, бегающие. Я думаю, куда я попал? Давайте посмотрим видео этого телешоу. Давай! Не надо так пить! Ну, посмотри, какая хамазонка. Как, ребят, там снимается что-то, девочки? Сюда! Иди! Иди! Прокомментируйте, пожалуйста, это видео, мужчины. А зачем вы это делали-то? Девчонки, зачем вы это делали-то? Это, видимо, условие конкурса. Это было самое скромное, на самом деле. Здесь правильно бы звучало про Таиланд. Это делало для того, чтобы поразить Кая своими прекрасными женскими телами в грязи и... Это не грязь, это был шоколад. Шоколад это был, да, тем более. Если человек что-то видел, его же этим удивить нельзя. Вот мне кажется, что Кай, настолько знающий женскую натуру, его можно как раз удивить вот этим, о чем он говорил. Кай на... Домашний все какой-то. Хорошо, я хочу узнать, чем удивила Тамара. Такой сложный вопрос. Расскажи мне, пожалуйста. А давайте я скажу, чем она удивила. Давай, давай, давай. Вот, опять же, она очень творческий человек. Вы знаете, я ценю в людях чувство иронии и самоиронии. Когда человек может, зная какие-то свои нюансы, их в совершенно спокойной обстановке подать. И она меня этим тронула. У нас объединила эта тема. Музыка, любовь к животным. Я рассказала Каю, как у меня много дома животных, коз, курицы, кошек. Сколько? Это сценарий знакомый, как мне кажется. Нет, мне кажется, что это... Любой мужчина поступил бы на моем месте так же, если у тебя есть возможность помочь творческой единичке, ну что-то где-то как-то продвинуться, ну а почему бы нет? Тамара, а если бы все-таки Кай, вот искренне расположив себя к тебе, предложил какое-то время, ну не то что пожить с ним, но провести время, пообщаться, испытывать все друг друга на прочность. Я не расположила его настолько, и между нами, да, на проекте было что-то, что-то дружеское, дружеское, но не более. Потому что проект закончился, я не знаю, можно ли об этом говорить или нет, или я должна делать загадку нашей любви. И любви не получилось. То есть проект закончился, и мы с Кайом расстались. Хорошо, закончились реалити-шоу. У меня вопрос к тебе, Кай. Ты был один единственный раз, да, женат официально? Да. И это мать твоей единственной дочери. Более того, я даже скажу, что там... Зовут ее... Кристина. Кристина. Маму зовут Наташа. Маму зовут Наташа, дочь Кристина. Значит, когда Кристина родилась, я тоже не был в браке. Ну там были другие обстоятельства, совершенно сейчас не будем, это отдельная тема. Но когда я увидел, что у меня родился ребенок, я взял два паспорта, пошел, поставил печати, переоформил ребенком, и все. И мы стали муж и жена, и у ребенка была моя фамилия. Скажи мне, пожалуйста, почему вы расстались? Ну, это, наверное, была все-таки молодость. Гипертрофированное представление о том, что вот я могу все. Вот меня в какой-то момент подвело, сдало, собственно говоря, и нервная система, и другие какие-то вещи. Но этот опыт, который я... Вот это ваше, да? Да, вот, благодаря Наташе имею в жизни, мне пригодился на всю мою жизнь. А ты общаешься с ребенком? Что значит общаешься? Мы с Кристиной, как это говорят, друзья. Слушай, так они вообще лучшие подруги с Ольгой. Кристина и Оля это лучшие подруги. Она тебя сразу приняла? Она с высокого возраста со мной ездила всегда. Она объездила всю страну вдоль и поперек. Она была как дочь полка, потому что весь огромный мой коллектив ее безумно любил, баловал. Сейчас она уже вышла замуж, живет в Германии. Муж у нее замечательный человек. Давайте посмотрим на экран. Фотографию взялся, змея говорит, потому что, говорит, на той фотографии удав меньше, но это больше. Кристина, скажите, пожалуйста, вам понравился крейсер Англора? Как? О! Музыка Музыка Разворачивайся. Куполь номер восемь. Раз, два, три. Happy birthday to you! Happy birthday, my Кристина! Happy birthday to you! Спасибо! Ну что, не будем новое есть, да? Или будем? Музыка Кристина приехала специально из Германии, чтобы сделать папе сюрприз. Встречаем Кристину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ай, милый origen, мой сердце Ай, милый origen, мой сердце Ай, милый origen, мой сердце Браво! Браво! Кристина, браво! Кристиночка! Кристиночка, присаживайся сюда к нам. Насколько я знаю, ты знакома с Олей, да? Да. Когда у папы появилась Оля в жизни, как ты отреагировала сначала? Никак. Никак? То есть не было совсем безразлично в этом смысле папины жизни? Дело в том, что вокруг папы всегда было много женщин. И я никогда их не воспринимала как будущую свою вторую маму. Да. А почему, кстати, почему? То есть ты чувствовала, что папа никогда больше после мамы ни с кем? Не будет жить вместе? Нет. Для меня у меня есть одна моя мама, одна и единственная, так же, как и папа. Вот. Но в личную жизнь своих родителей я считаю неправильно вмешиваться, потому что... Ну что для меня самое главное? Чтобы они были счастливы. Они будут счастливы тогда, когда рядом с ними есть поддержка, любимые люди, да, родные люди. И поэтому главное, чтобы папа был счастлив. Кристиночка, но Оля задержалась в папиной жизни, в общем, на 9 лет. Да, это такая была уже серьезная заявка на то, что папа в конечном итоге, по идее, должен бы Олю был повезти под венец. Этого не произошло. А, вот это ваши фотографии. Да, это вы вместе. И какая у вас разница в возрасте, Оленька? Два года. Два года. Потрясающе. Сколько здесь лет? Вот вам, Ольга, и вам. Вот здесь 15 Оли, да? Нет, нет, это уже позже было. Ну сколько вот здесь лет? Ну здесь Оле, наверное, года 22, а Кристине, наверное, 20. Да. Хорошо, скажи, пожалуйста, почему не случилось, как ты думаешь, вот эта история за 9 лет? Ну это очень ответственный и сложный шаг. Может быть, папа чересчур копается в своей голове и долго к этому идет, и в итоге не приходит. А чем дольше папа, тем будет еще хуже. И ты рискуешь вообще остаться один на всю жизнь. Нет, я думаю, что папа один никогда не останется. А если сегодня вдруг папа с Олей решат, что они вот с сегодняшнего дня больше не будут расставаться никогда, ты как отреагируешь на это? Если принесет ему это счастье, я порадуюсь за него. Знаете, у нас сегодня такая обстановка радушная, и как-то у нас впервые в студии молчат эксперты. Вот вы видите продолжение этой истории Кай и Ольга? Ну лично я не представляю себе, как можно на 3 года расстаться с любимым мужчиной. Как можно вообще решать вопрос карьеры, когда можно родить детей. Потому что огромное счастье, когда ты видишь перед собой любимого, мозг сводит. Спасибо. Я вам честно скажу, я продолжение не вижу. Объясню почему. Вот этот камбэк Олин, он, понимаете, такой получается, что сначала все было, потом она попробовала то, что было невозможно без Кая, потом она от этого отказалась, поняла, что без него это невозможно, отказалась даже от творчества, и только после этого она захотела его увидеть. А я верю, что у них будет очень счастливая семья и красивые дети. Вот прям уверена. И Оленька, я уверена, что ты сможешь совмещать в себе и материнство, и творчество. Посмотри, очень много примеров этого, та же Валерия, которая без отрыва от творчества рожала детей. Я верю, что вы сможете найти эту гармонию и в творчестве, и в семье. И Оля уже набралась мудрости для того, чтобы создать и атмосферу Каю, хорошей, счастливой семьи. Спасибо. Саша. Я считаю, Кай, что 9 лет при твоем мудрости и при твоем понимании, что происходило, это когда ей было 15, 16, 17 и сегодня. Вы так все отскакиваете от цифры 15. В 15 лет мы познакомились, а первый раз созвонились уже 16. Вот. Когда вы первый раз познакомились, когда вы первый раз созвонились, когда она приехала в Москву, у вас было очень много ступенек в этой лестнице в небо. И эти струны в ваших отношениях, они абсолютно не порвались. Это мое глубочайшее убеждение. Спасибо. Катюш. Я думаю, что эта красивая пара, Кай и Ольга прошли очень много испытаний за этот период жизни, много чего осознали. И я думаю, что пришло время навсегда соединить эти сердца. Вместе. Спасибо. Я верю в то, что у вас может все получиться, но при одной оговорке. Как бы Кай ни говорил, что он не подавляет творчество и не хочет, я считаю, что в вашей ситуации семья, возможно, идеальна только при одном обстоятельстве, когда вы не будете заниматься творчеством. Сейчас мы ненадолго прервемся, а через несколько минут мы узнаем, кого выберет Кайметов. Не переключайтесь. Кумир миллионов в девяностые, автор хитов, которые и сегодня распевает вся страна, Кайметов, до сих пор так и не нашел свою Герду. Жених завидный, ведь он не только певец, теперь он еще и актер. Здесь, смотри, ты и лично, а здесь у нас что? И успешный бизнесмен. Это интересно, и это приносит людям ощутимую пользу. Сегодня в нашей студии он попробует ответить на свой главный вопрос. Дорогие телезрители, гости в студии, эксперты, Кай. Формат нашей программы предполагает несколько важных моментов. Да, это предварительное решение, финальное слово. Но для тебя я готова раздвинуть в рамки программы. И я хочу тебе предложить. Вот спой той девушке, с которой ты хочешь выйти сегодня вместе из этой студии, и, может быть, построить семью. Дайте микрофон туда. АПЛОДИСМЕНТЫ Солнышко мое, ты куда пропала? Почему не греешь меня? Солнышко мое, холодно мне стало без тебя. Холодно, мне очень холодно, без ласки, без тепла. Холодно, мне очень холодно, а рядом нет тебя. Ангел мой родной, близкий дорогой, как хочу я быть с тобой. Я не могу тебе не верить, я не могу тебя не ждать. Я буду ты печалью медить, я буду по тебе скучать. Ну и так, финал нашей программы. Значит, Кай, у тебя сейчас есть возможность за минуту, в течение минуты, сказать все, что ты хочешь сказать, Оленьке, и, может быть, вернуть ее в свою жизнь? Я думаю, что самое главное, что я сейчас могу сказать, спасибо, что эта встреча состоялась. Спасибо за этот взгляд, Олень, которым я вижу возрослевший, искренний, действительно, взгляд. Я вижу, что она сделала свой выбор в правильном направлении. И я думаю, что у этой истории, как однажды ты сама сказала, может быть хороший финал. Ты услышала ответы на все интересующиеся тебя вопросы. Да? Хорошо, будешь ли ты бороться дальше за свою любовь? Я думаю, что мы после этой программы точно не расстанемся. Сходим куда-нибудь, побудем вместе, поговорим. Поговорим. И, может быть, как сказал Кай, у этой истории будет потрясающее продолжение. Вы знаете, в этой студии бывают разные истории, сегодня неожиданная история и с очень хорошим, как мне кажется, финалом. Иногда действительно надо делать паузу в отношениях, чтобы потом полюбить заново, полюбить навсегда и зажить красиво и счастливо. Ради любви, с любимыми не расставайтесь. Всем сердцем прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, когда прощаетесь на миг. Горько! 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 Она, 26 лет. Всю жизнь терпела от мужчин обиды. Думала, что с Игорем, наконец, обретет счастье. Но мечта разбилась в дребезги. Сразу после свадьбы любимый изменил ей. Пришел вечером с работы. На кухне увидало то, что у него поцарапана спина. Была обидно, больно. Игорь вымолил прощение. Елена забеременела. Но жить с мужем стало невыносимо. Как любовницу он ее не воспринимает. У нас разные сексуальные потребности. Мне надо больше. Игорь утверждает, что с сексом у них было плохо еще до свадьбы. Поэтому он и сорвался. Но уверяет, ради любви готов унять свой темперамент. Однако Елена боится. Вдруг основной инстинкт заставит его изменять снова и снова. Она подает на развод.